В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я Шавка Тургаев. Здравствуйте. Вначале краткий анонс основных тем выпуска. С миру по нитке. В Бишкеке начался сбор средств для независимых СМИ. Эти деньги пойдут на оплату многомиллионных исков со стороны кыргызских властей. Если гражданство общества сейчас каким-то образом не проснется и не покажет свою солидарность с этими журналистами, то давление на свободу слова, на средства массовой информации, они будут продолжаться. Последняя инстанция. Мать арестованного в Москве журналиста Алифи Руза просит Владимира Путина дать ее сыну выехать из страны. Уважаемый Владимир Владимирович, я вас очень прошу, если не может принять Россия, то дайте возможность ему вылететь в Германию. Денег нет. Держатели карт виза туркменских банков не могут снять за границы ни доллара. Кто виноват и что делать? Эта ситуация со сложностью еще раз показывает, насколько серьезно экономические трудности, которые возникли в Германии за последние несколько месяцев. И теперь подробности. С миру по нитке за честь президента. В Кыргызстане начался сбор денег для журналистов и правозащитников, которых суд приговорил к гигантским штрафам. В общей сложности соответчиков требуют взыскать почти 600 тысяч долларов. Они попросили о выплате штрафа в рассрочку. Это огромная для Кыргызстана сумма, однако суд такого шанса их лишил. И вот теперь правозащитникам и журналистам решили помочь обычные люди. О том, что будут делать ответчики, которые сами такую сумму явно собрать не смогут, нам расскажет наш корреспондент в Бишкеке, Джбек Бегалеева. Джбек, здравствуйте. Сколько денег уже есть на счету и получится ли вообще собрать нужную сумму? Здравствуйте, Шавкат. Пока активистам удалось собрать небольшую сумму, это около 50 долларов, а нужная сумма, она в разы, наверное, раз в 12 больше, чем 50 долларов. Один только сайт заноза должен выплатить по иску 27 миллионов сомов. Как посчитали сами журналисты издания, если годовой объем рекламного рынка онлайн рекламы составляет где-то миллион долларов, то эта сумма составляет около 40% от дохода, который получают компании, все компании, которые работают в этом сегменте. То есть получается, это просто непосильная сумма для одного издания. С другой стороны, есть некоторые вещи, юридические моменты, которые, как надеялись ответчики, могут сыграть им на руку. Например, сейчас было не очень понятно, кого защищает генеральный прокурор Инди Раджил Дубай, потому что президент, чье достоинство она защищала в суде, теперь уже бывший президент. И вот некоторые такие моменты до сих пор остаются неясными, но, несмотря на это, активисты считают, что прецеденты это очень опасны. И ситуация такая, что объявить фандрайзинг надо, и в нем должны участвовать как можно большее количество людей. Те свободы, которые мы отдаем, их опять отвоевывать очень сложно. И очень трудно. И вот эта инерция работы государственной машины, она поэтому и не ослабевает. И если гражданское общество сейчас каким-то образом не проснется, и не покажет свою солидарность с этими журналистами, то давление на свободу слова, на средства массовой информации, на гражданских активистов, попытки выдворения из страны, да, вынужденные, опять же запреты во въездах, в том числе иностранным журналистам, они будут продолжаться. Получается, сейчас сайт «Заноза» как бы не работает. Его сотрудники работают и теперь в новом издании, которое называется «Кактус Медиа». связано ли, как будет отражаться, как будут отражаться все вот эти иски, вся эта ситуация вокруг предыдущего агентства и учредителей, которые были в составе тех, кто создавал этот сайт. Мы спросим у одних из этих людей, у редактора, бывшего редактора сайта «Заноза» Кейджи и теперь учредителя на его месте уже, не на его месте, в принципе, нового сайта «Кактус Медиа» Дины Масловой. Дин, получается, как бы вы сейчас работаете в штатном режиме, и вот эти иски как-то будут отражаться на работе нового издания, которым вы сейчас руководите? Юридически они отражаться не могут. Это совершенно разные юридические лица. Там разный состав собственников. Единственная связь – это то, что и в «Занозе», и в «Кактус Медиа» учредителем не являюсь я. В «Кактус Медиа» на рынок Бек и Динов, который является соответчиком по искам, учредителем не является. Что касается работы сайта, ну, то есть, у меня нет времени просто им заниматься, поэтому… Понятно. Теперь смотрите, вот вы, время идет, и вы не сможете выплачивать эти деньги, потому что найдете вообще большие деньги, и я сомневаюсь, что можно будет собрать такую огромную сумму. Что будет дальше? Вот подойдет какой-то срок, вы не сможете эти деньги принести, что будет дальше? Примерно через месяц у нас заканчивается срок на принудительное исполнение. После этого, по идее, должны на нас наложить административный штраф. К общей сумме добавляется еще 10%. Это такой условный гонорар для судебных исполнителей. Если в указанный еще, там, примерно месяц мы не выплачиваем, то на нас заводят уголовное дело. Как вы думаете, в целом, вот эта вся ситуация, она как отражается на настроении на медиарынке, на других журналистов, которые работают в других изданиях? В первую очередь, это самоцензура. Вы замечаете ее уже? Я это замечаю среди коллег, я это замечаю по материалам, по тому, как освещаются различные процессы, потому что журналисты друг друга боятся публично поддерживать. И на всякий случай вообще предпочитают делать вид, что президента как функции фактически не существует. Спасибо большое. У нас сегодня в гостях Дина Маслова, учредитель издания «Кактус Медиа» и бывший главный редактор сайта «Зано за Кейджина», который был подан просто огромный многомиллионный судебный иск. Теперь вот они обратились с надеждой решить этот вопрос к новому президенту Оранбайдженбекову. Их обращение подписали десятки разных организаций, НПО, гражданских активистов. И вот они надеются, что новая власть может быть как-то уже отнесется более лояльнее к СМИ. Шавкат? Спасибо большое. Напомню, на прямой связи с Бишкека была наш корреспондент Джибек Бегалеева. Международная правозащитная организация Human Rights Watch рекомендует президенту Кыргызстана Сурамбайдженбекову улучшить ситуацию с правами человека в стране. Обращение опубликовано директором отдела по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсоном от лица всей организации. В частности, правозащитники просят Сурамбайдженбекова прекратить жесткие преследования СМИ, которые критикуют власть, привлечь к ответственности виновных в июньских событиях 2010 года, освободить правозащитника Зимжана Аскарова, положить конец пыткам, прекратить дискриминацию ЛГБТ и другое. Во время предвыборной кампании вы отметили, что вашей целью на посту президента будет создание государства, в котором соблюдаются права человека, построенное на основе демократических принципов. Мы призываем вас остаться верным предвыборным обещанием, в первую очередь обратив внимание на проблемы в области прав человека, в соответствии с международными нормами, которые Кыргызстан добровольно ратифицировал. По мнению правозащитников Human Rights Watch, в Кыргызстане ситуация с правами человека в этом году претерпела серьезный откат назад. Местные журналисты и правозащитники, которые критикуют власти страны, подверглись необоснованным судебным искам и лишены возможности выезжать из Кыргызстана до тех пор, пока не выплатят многомиллионные штрафы. Властям Кыргызстана еще не поздно изменить эту тенденцию, отмечают в организации. Видео, на котором бишкекчанин Барьер Адиев пинает лежащего в снегу двухлетнего сына, продолжает будоражить в соцсети. А сираз недоумение пользователей вызвала реакция жены нерадивого отца. Она просит не лишать Адиева родительских прав. Об этом рассказала заведующая Октябрьским районным управлением соцразвития Бишкека Рейна Султан-Муратова. По ее словам, мать ребенка уверяет, мальчик любит отца, очень по нему скучает и плачет в его отсутствии. Сам Барьер Адиев на данный момент находится в СИЗО. Суд ограничил его свободу сроком на два месяца. Против него возбуждено уголовное дело. Дело за хулиганство. Его уже уволили с работы. На первом допросе 50-летний Адиев признался, что действительно пнул своего сына ногой. Правда, позже пошел на попятную и заявил, что видео было смонтировано. Примечательно, что изначально мать ребенка потребовала лишить Адиева родительских прав. Однако сейчас изменила свое мнение и просит оставить за Адиевым право на отцовство. Мать арестованного в России журналиста Али Ферруза обратилась лично к Владимиру Путину. Видео записано еще в конце ноября. На кадрах видно, как женщина просит российского президента не выдворять Али из России в Узбекистан, где ему грозит смертельная опасность отпустить сына в Германию. Во время работы в Москве журналист Али Ферруз писал о проблемах и нарушениях прав мигрантов из Центральной Азии, а теперь ему самому угрожая депортация в Узбекистан, равносильная, по его словам, смертной казни. 1 августа этого года Басманный суд признал Али Ферруза виновным в нарушении режима пребывания в России и постановил депортировать его в Узбекистан. Именно оттуда, в 2008 году, после пыток, которым его подвергли сотрудники спецслужб, он бежал в Россию. 4 августа Европейский суд по правам человека наложил запрет на депортацию. С тех пор Али находится в Центре временного содержания депортируемых иностранных граждан. Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам как к главе моей страны, которым являетесь вы гарантом Конституции. Мосгорсуд хотел принудительно выдворить моего сына в Узбекистан, где ему нельзя находиться. Я вас очень прошу, если не может принять Россия, то дайте возможность ему вылететь в Германию. С уважением к вам, многодетная мать, инвалид первой группы Нурматова Зоя Васильевна. Смотрите далее в нашей программе. Денег нет. Держатели карт-виза туркменских банков не могут снять за границы ни доллара. Кто виноват и что делать? Эта ситуация со сложностями еще раз показывает, насколько серьезны экономические трудности, которые были в Туркменистане на последние несколько месяцев. Граждане Туркменистана, которые находятся в данный момент за границей, продолжают испытывать финансовые трудности. Источники туркменской службы радио «Свобода Азатлык» утверждают, с помощью карт-виза, имитированных туркменскими банками, невозможно снять наличные деньги с банкоматов и оплатить товары или услуги по безналичному расчету. По просьбе нашей редакции, двое граждан Туркменистана в Турции и в одной из европейских стран попытались снять из обычного уличного банкомата сумму в 25 долларов и 25 евро. В итоге ничего не получилось. Система выдала ошибку. В техническом сообщении написано «В данный момент транзакция невозможна, транзакция отменена, обращайтесь в свой банк». Наши коллеги из Азатлыка на условиях анонимности тоже пообщались с источником в правительстве Туркменистана и получили следующее объяснение. В последнее время Внешэкономбанк страны ввел еще более серьезные ограничения на съем валюты. Вместо 50 долларов – 25. Однако и эти доллары на практике получить невозможно. За комментарием мы обратились к менеджеру по корпоративным коммуникациям компании «Виза» Анне Сердюк. Мне кажется, дали исчерпывающий комментарий на запросы в Паруха. Ранее я боюсь, что в настоящий момент нам нечего добавить по данной ситуации. Я отвечала, мы комментировали и письменно, и устно. В данный момент я ничего нового по данной ситуации вам сказать не могу. В ответе компании «Виза» сказано, цитирую касателя информации, что туркменистанские держатели карт «Виза» сталкиваются с ограничениями при использовании карт, включая снятие наличных за пределами страны, а также при оплате покупок в сети интернет, подобные ограничения на использование карт устанавливаются и контролируются банками, имитировавшими карты. Конец цитаты. То есть представители «Виза» утверждают, компания не вводила никаких ограничений, но в то же время не исключили вероятность блокировки карт со стороны Туркменистана. Об истинном положении дел с оплатой картами «Виза» туркменских банков мы поинтересовались у главного редактора Азатлыка Фаруха Юсупова, на который высылается Анна Сердюк в нашей беседе, и попросили его привести конкретные примеры. Эта ситуация со сложностями еще раз показывает, насколько серьезны экономические трудности, которые возникли в Туркменистане за последние несколько месяцев. Власти таким образом пытаются как-то решить ситуацию с нехваткой валюты, иностранной валюты, и в то же время они искусственно создают дефицит национальной валюты монат Туркменистана для того, чтобы держать официальный курс на уровне 3,5 моната. Тогда как реальный курс на черном рынке одного доллара США на сегодняшний день составляет более 10 монат. В этой ситуации можно сделать вывод, что это не компания Visa заблокировала все транзакции, а Внешэкономбанк Туркменистана. И наши источники подтвердили это. Они сказали, что транзакции блокируются центром управления транзакцией по картам Visa, которая является частью Внешэкономбанка Туркменистана. Фарух Юсупов по нашей просьбе также рассказал, какие категории граждан затронут новые ограничения со стороны Внешэкономбанка Туркменистана. Известно, что карта Visa используется гражданами, которые выезжают за пределы страны, так как карта Visa в самом Туркменистане для граждан Туркменистана не работает. Это в первую очередь семьи, у которых дети учатся в зарубежных вузах, а также туркменистанцы, которые выезжают за пределы страны для получения медицинского лечения. Как нам сообщили, для того, чтобы переводить больным людям тоже деньги, теперь потребуются дополнительные несколько видов справок и разрешений из Минздрава и других официальных ведомств Туркменистана. Продолжаем выпуск. В Таджикистане власти категорически запретили устанавливать в школах новогодние елки. Это решение Министерство образования и науки страны приняло по просьбе родителей для недопущения сбора денег. Об этом сообщает таджикский информационный портал Азия+. Как сообщил журналистам начальник управления дошкольного и школьного образования Миноборнауки Абду Джабур Алиев, это решение в целом направлено против расточительства. По его словам, на телефон доверия звонили многие родители и просили не допустить сбора денег и установку в школах новогодних елок. В управлении пришли к выводу, что это целесообразно. В Таджикистане уже многие годы идут споры о том, праздновать Новый год или нет. Одна часть ждет праздник с нетерпением, другие считают, Новый год имеет религиозные корни и противоречит законам ислама и таджикским традициям. Впервые за долгое время на центральной площади Душамбе елку установили и на несколько недель раньше обычного, что тоже вызвало споры среди горожан. Санта-Клаус добрался до Иерусалима, а вместо традиционных оленей он взял с собой верблюда. Подробности в репортаже Рейтер рассказывает Наталья Германович. Санта на верблюде. Такую картину посчастливилось наблюдать жителям Иерусалима. Добрый волшебник приехал сюда, чтобы поздравить детей и взрослых с предстоящим Рождеством. На этот раз он решил не брать оленей в теплые широты. К тому же ситуация в регионе после того, как Дональд Трамп признал город столицей Израиля, остается напряженной. Но у Иса Кассисии, арабы по национальности, которые традиционно исполняют роль Санта-Клауса, на этот счет свое мнение. Можно я вам кое-что скажу? Я здесь, чтобы нести радость. Чтобы не происходило в мире, я пришел сюда создать хорошее настроение и сделать счастливыми детей на святой земле. Дружелюбие хозяина передалось и его верблюду. Он то и дело лез целоваться в камеру. Старый город Иерусалима поделен на четыре квартала. Христианский, еврейский, мусульманский и армянский. Каждый год сюда приезжают тысячи паломников, представителей разных религий и национальностей. В столице Казахстана Астания проходит очередной раунд переговоров по Сирии. Это уже восьмая по счету международная встреча по урегулированию ситуации в этой арабской республике. В этом раунде принимают участие наблюдатели из ООН США и Иордании. Пока не ясно, прибудет ли в Астану спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стефан Даместура. Мы связались с нашим корреспондентом в Казахстане Дмитрием Беляковым. Дима, расскажите, как проходят переговоры и есть ли уже какие-то результаты? Шавкат, здравствуйте. В данный момент проходит пресс-конференция, поэтому подводить итоги первого дня пока еще рано. Сегодня проходили двухсторонние и многосторонние встречи, но они проходили в формате закрытых дверей, поэтому информации не так много. Дополнительно известно, что в Астану приехали делегации России, Ирана и Турции. Представители Сирии представляют как правительство, так и оппозицию. От сирийской вооруженной оппозиции в столицу Казахстана сегодня прибыла делегация в составе более 20 человек. В повестке восьмого раунда обсуждается совместное разминирование культурных ценных объектов на территории Сирии, а также стороны пытаются договориться о принятии положения по обмену задержанных и передаче тел погибших в ходе конфликта. Также участники встречи в Астане обсуждают проведение конгресса национального диалога. Предварительно ожидается, что он может пройти в российском Сочи в конце января, начале февраля следующего года. Точная дата конгресса должна быть названа завтра в Астане. Завтра к переговорному процессу должен присоединиться спецпосланник генерального секретаря ООН Стефан Демистура. Ожидается, что он прибудет в Астану завтра утром. Восьмой раунд будет проходить два дня. Завтра ожидается большое пленарное заседание, на котором эксперты подведут итоги двухсторонних встреч. Будет понятно, по каким пунктам и сторонам удалось прийти к соглашению. На этом вся информация у меня сейчас, Шавкат. Спасибо. Спасибо, Дима. Напомню, на прямой связи из Казахстана был наш корреспондент Дмитрий Беляков. Солдат из КНДР перебежал в Южную Корею. Это уже второй подобный случай за пять недель, рассказывает Сергей Берец. Очередной военнослужащий армии Северной Кореи совершил побег на юг. Это второй подобный случай менее чем за два месяца. Как сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, Но Джеч Хон, инцидент произошел в демилитаризованной зоне рано утром в четверг. Он сказал, что по понятным причинам не может вдаваться в подробности. Северокорейский солдат перебежал на сторону Южной Кореи через линию фронта на западном участке границы. Армия обеспечила его безопасность. Компетентные власти ведут расследование, чтобы установить мотивы и обстоятельства побега. Информационное агентство Южной Кореи Рёнхаб сообщило, что дезертиру 19 лет. При себе он имел автомат. Северокорейские военные, которые вели поиск беглеца, приблизились к линии границы. Южане открыли предупредительный огонь из пулемета и сделали примерно 20 выстрелов. В ноябре другой солдат из КНДР подъехал на автомобиле к контрольно-пропускному пункту в демилитаризованной зоне, а затем бросился бежать и сумел пересечь пограничную полосу. За ним была организована погоня и открыт огонь. Он получил множественные огнестрельные ранения, но выжил. Во время автоаварии в Мельбруне, по предварительным данным, пострадали 19 человек четверо в критическом состоянии. Водитель на внедорожнике совершил наезд на пешеходов. Это произошло сегодня в центре австралийского города. Все, что известно к этой минуте, Антон Золотых. Несколько человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Задержаны двое, в том числе предполагаемый водитель. Это 32-летний выходец из Афганистана, который ранее уже попадал в поле зрения местной полиции из-за употребления наркотиков. У него отмечались проблемы с психикой. Я была здесь до приезда полиции и поговорила с девушкой, которая видела, как это случилось. Машина набрала скорость и протаранила людей, переходивших улицу. С ее слов людей отбросила в сторону, словно тряпичные куклы. По данным полиции, наезд был умышленным, однако терактом он пока не признан. Подробности о задержанных пока неизвестны, как и мотивы, зачем водитель протаранил просто идущих по улице людей. На данном этапе мы считаем, что это преднамеренный акт, однако мы не знаем мотивации, и это еще ранние этапы расследования. Власти Мельбурна были вынуждены отменить торжества в честь праздника Рождества, которые должны были пройти сегодня вечером. Такими событиями запомнился этот день. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного канала «Настоящее время» в Ютубе. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова